Кстати, в рамках видеоселекторного совещания по итогам полугодия Шавкат Мерзиев заметил, что за счет новых 10 солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,4 гигаватта получено 1 миллиард 600 миллионов киловатт-часов зеленой энергии. Это позволило сэкономить и полмиллиарда кубометров газа. Объемы строительства, сферы услуг, сельское хозяйство, поступления в бюджет росли и увеличивались. Причем динамика неплохая. Пять лет назад Узбекистан поставил перед собой задачу построить две солнечные и ветряной электростанции мощностью в 2 гигаватт к 2030 году. Однако на сегодняшний день уже подписаны контракты на запуск зеленых проектов с силой выработки в 20 гигаватт к 2030 году. Сегодня, как важный партнер Узбекистана в энергетической сфере, как вы оцениваете результаты страны в зеленой энергетике? Удалось ли Узбекистану сделать большой скачок? Конечно, Узбекистан добился больших успехов во многих областях. Он получил безопасную, комфортную и стабильную энергетическую систему. Причиной тому является дальновидность президента. Ожидаемый результат в 2 гигаватта сегодня достиг 20. Благодаря именно этому толчком к такому скачку послужило превращение планов в проекты. Проектов строительства и, наконец, строительства в реальные результаты. Инновационные технологии в сфере зеленой энергетики, зрелые специалисты, широкие возможности в целом. Были рассмотрены основные задачи и стратегии, поставленные до 2030 года. Акуапауэр рада быть частью этого роста. Словом, Узбекистан находится на правильном пути. Фантастический рост. Мы всегда и везде говорили о позитивных показателях в Узбекистане. Ведь именно они, достигнутые в результате реформ, должны быть показаны в качестве примера не только странам Центральной Азии, но и всему миру. По этой причине иностранные инвесторы знают Узбекистан, приезжают и вкладывают деньги. Единственная причина этого заключается в том, что политика главы вашего государства, принимаемые законы и решения воплощаются в жизнь, а не только на бумаге. Президент лично ведет страну по пути развития. Вы работали во многих странах, включая Центральную Азию и другие регионы. Как вы оцениваете путь, пройденный Узбекистаном по сравнению с другими? Как вы знаете, наша страна поднялась в нулях до нынешнего уровня по зеленой энергетике. Не нужно сравнивать с другими странами. Политика лидера Узбекистана не имеет аналогов в мире. Система хорошо налажена. Следующее, чем можно гордиться, это молодежь, ее талант. По сути, именно эти аспекты обеспечивают скорость достижения успеха, плюс потенциал страны. Оно богато энергетическими ресурсами. Например, летом можно использовать солнечную энергию, а в прохладную погоду – энергию ветра. Есть большой выбор. Я думаю, что многие страны должны пойти по пути, пройденному Узбекистаном в сфере зеленой энергетики. Он должен использовать свой опыт в качестве модели. Мы уже показываем Узбекистан в пример другим странам. В зарубежных государствах иностранные инвесторы спрашивают нас, почему Аквапауэр выбрала Узбекистан, на что мы без каких-либо сомнений отвечаем, что причина в президенте. Теперь поговорим о проектах Аквапауэр в нашей стране. Каков объем инвестиций в зеленые энергетические проекты вашей компании в Узбекистане? Сейчас мы ведем строительство объекта мощностью более 3000 мегаватт. В конце этой зимы оно закончится. Недавно мы запустили проект мощностью более 1000 мегаватт. Наш инвестиционный портфель скоро достигнет 14 миллиардов долларов. Альтернативная энергия не только экономичнее, но также и безопаснее. Поэтому Узбекистан делает хорошие стратегические шаги в этом отношении. Насколько важны сегодня усилия президента Узбекистана по увеличению количества подобных зеленых проектов в энергетическом секторе Узбекистана и доверию инвесторов? Главное лидерство. Без колебаний страна достигла такого результата благодаря дальновидности президента, мудрым реформам, которые он проводит и его поддержке. Он лично заинтересован в каждом проекте и каждом процессе. Пока перед страной стоят большие цели, которые находятся на уровне руководителя страны. Какой инвестор не выберет вашу страну? Поэтому, если обратить внимание, их число за последние годы значительно возросло. Мы в Аквапауэр очень позитивно смотрим на эту ситуацию. Причина в том, что реформы действительно помогли нам и позволили остаться в Узбекистане в качестве долгосрочного партнера. Как вы отметили, Узбекистан имеет мощный потенциал в сфере зеленой энергетики. Делает ли это Узбекистан одной из уникальных стран мира в этом направлении? Это цель каждого из нас. Учитывая зеленый потенциал и теплые отношения с соседними странами, мы можем поставлять энергию в Европу. Поэтому ее можно считать уникальной страной. В Европе обязательно понравится продукция Узбекистана. Закончим наш разговор будущими планами Аквапауэр в Узбекистане. У нас много планов в вашей стране. Узбекистан является второй по величине страной-партнером Аквапауэр. Сотрудничество очень важно для нас. Мы уверены в этом. Узбекистан находится на правильном пути. Мы ваш стратегический партнер. Не краткосрочный, а долгосрочный.